Яркие вещи, приятная музыка под аккомпонент русских музыкальных инструментов. Все это организовано в честь Дня культуры России, которое происходило в Большом зале Национальной филармонии имени Тохтокола Сатылганова, что вызвало большой интерес у гостей. Эти женские изделия, отражающие русскую культуру, созданы вручную Марии Григорьевой. Она занимается пошивом и продвижением женско-традиционной одежды в Ханты-Мансийском автономном округе. Украшение на нем символизирует защиту женщин от различных бедствий. Платье сшить – это одно, а его же надо украсить, орнаментировать. Без орнаментов на одежде защиты нет. Ведь орнаментация – защитить себя. Все выходы здесь орнамент, по рукавам надо орнамент сделать. Вот эта женская летняя обувь, она сшилась из кожи и украшалась вставками из ткани, на которую нашивался бисер. Байбалдым Имган прибыл на это мероприятие из республики Башкортостан. Его умелые руки создают прекрасные музыкальные инструменты, на которых он также потрясающе умеет играть. Этот инструмент называется курай башкельский. Растение сам называется кураем, или по-русски реброплотник уральский он называется. Из этого инструмента растение делает курай. На изготовлении он очень быстро, но играет такие сложные мелодии башкельские. А это у нас калкубус, тоже традиционный башкельский народный инструмент, но этот в современном варианте использован раньше делался из кожи. Радостно осознавать, что наши страны объединяет давняя дружба и неизменно креплющие... Официальное открытие Дня культуры России в Кыргызстане состоялось в филармонии имени Токтулова Саталганова. Здесь участвовали свыше 80 сотрудников в сфере искусства из России. Кроме выставки, гости посмотрели концерт под названием «Фольклор Душа России» в исполнении фольклорных коллективов «Зарний Йоль», «Домино», «Ятаган», «Колесо» и «Чуды Станагашевой». Кыргызский народ тоже очень уважает и ценит народную традиционную музыку, поэтому этот концерт для нас очень большой подарок в преддверии нашего значимого праздника Дня независимости. На это мероприятие гостями стали посол России в Кыргызстане, представители дипломатического корпуса, общественные деятели, русская диаспора, жители и гости города. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ехали очень большой делегацией, у нас насыщенная программа. Сегодня концерт, о котором уже сказал господин министр. Открылась прекрасная выставка народных промыслов, уникальная, красивейшая выставка с мастер-классами, где каждый может попробовать что-то сделать своими руками. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На второй день встречи в рамках культурного мероприятия стороны обсудили сотрудничество в области библиотек, музеев, образования и киноиндустрии. Такая интеграция позволит развиваться в области искусства. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Провели заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере культуры. В ходе заседания мы обсуждали вопросы о кинематографии, театра, образования, библиотек, работы в музеях. На этом основании мы составили протокол и подписали договор. Это хорошая возможность отправить наших студентов для образования в России. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ День культуры России на этом не завершается. 13 августа в Национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоялось открытие выставки, посвященной диалогу Востока и Запада. Салима Дюшенбекова, Эсимбек Усёнов, Бек Султан Мурадилов, СТВ, Бишкек.